меня зовут лаврова светлана я бы не хотела очень много представляться потому что наверное наверное в принципе уже знаете кто я я на этом канале уже не впервые чему очень рада и сегодня наверное я бы хотела поговорить о такой теме как скромность и эту скромность я конечно же прочувствовала через себя увидела через себя что такое скромность и почему скромность это равно жадность мы очень часто очень часто скромничаем насчет своих каких-то успехов кто-то насчет своих регалий кто-то насчет своих каких-то проявлений абсолютно неважно чего и как раз вот это вот скромность которую я сейчас увидела на ретрите который был в москве несколько две недели назад у нас был ретрит в москве и после того ретрита когда были отзывы ребят и когда я в очередной раз увидела и услышала те отзывы которые я не принимала то есть когда люди говорят приезжают на 2 на 3 ретрит и рассказывают как изменилась их жизнь как изменилось их состояние как изменилось их видение на те моменты которые они раньше не допускали свою жизнь я наконец поняла что я просто своей скромностью я жадничаю себя то есть я из-за своей скромности что вроде как но я наверное наверное это совпадение наверно это это люди себе придумали это люди ехали с таким намерением хотя изначально каждое каждый ретрит мы начинаем с того что я спрашиваю какие ожидания от ретрита и практически но не практически а все ретриты ребята говорят что кто хочет снять видео они конечно же говорят что их ожидания результат превзошел их ожидания я это интерпретировала как ну вот они сейчас после ретрита они все в таком состоянии такой в благости в любви именно поэтому они говорят но когда люди приезжают второй третий и пятый раз на ретрите и когда они рассказывают как изменилась их жизнь и приезжают они не потому что они подсели на меня а приезжают именно потому что при помощи меня как еще раз повторю как я выступаю как триггером для каждого из вас как у них пришли осознание как у них догоняют эти осознания месяц-два как у них меняется жизнь как у них меняется восприятие и до меня дошло что моя скромность вот это вот что я где-то не хочу говорить что я делаю где-то я не хочу показывать что я делаю это как раз моя жадность это как раз то что другие люди не могут приехать потому что я не рассказываю что происходит с людьми и это касается не только меня это касается каждого из вас когда вы из состояния вот это вот мнимой благости думать но я вот это не буду рассказывать пусть про меня кто-то другой расскажет но даже и в этом состоянии когда кто-то другой рассказывает ты все время я все время отмахиваю ну как бы это немножко наверное это какое-то совпадение это как раз говорит о том что я не позволяю другим людям приехать и приехать услышать побыть и даже заглянуть себя не обязательно быть на моих ретритах просто заглянуть себя что они своей скромностью жадничают для других что они не договаривают через свою скромность для любого другого человека что они не раскрывают что они действительно могут сделать это тоже самое что например какая-нибудь швея шьет великолепно платье и есть все клиенты говорят и так хорошо шьешь но вроде тебе нужно это показывать выносить что может быть кто-то другой хочет себе найти такого портного такого такого модельера такого еще кого-то этот начинает так скромно говорить ну как бы я вот другие того что других там отелье еще я что там дома на машинке что-то там строчу шью это просто вам понравилось это как раз о том что она не не идет на на раздачу себя на глобальную раздачу себя когда она не показывает что она может и для другого это платье сшить и для любого другого создать какой-то образ это же про это и то же самое происходит со мной то есть я многие вещи не рассказываю не раскрываю но ну как бы это же я себе важности на накидываю то же я себе пуха накидывал а по факту я просто не даю людям прочувствовать то что они могут ощутить даю людям прочувствовать то что они могут получить то как они могут измениться и вот это наверное и есть та глобальная жадность себя которой я не могла прийти какое-то время и когда я позволила себе побыть в этой раздаче попробовала не жадничать себя и показать ребятам как может измениться их жизнь и когда мне начали писать отзывы о том что у них проходят хронические заболевания не потому что я лечу а потому что они настолько расслабляются находя себя а когда вы находитесь самих себя у вас есть энергия на все абсолютно на в том числе вы осознаете для чего у вас есть это великолепное заболевание вы осознаете для чего оно вам нужно и после осознания вы уже принимаете решение жить вам дальше с этой болезнью контактировать вам с ней быть вам в этом состоянии либо менять и если вы понимаете как быть самим собой то вам уже не интересно играть в игру болезни вам интересно познавать себя и именно познание себя именно приход к самому себе это то что я что через меня человек получает что через меня человек это увидит что через меня человек это принимает осознает получает другой энергообмен с самим собой когда приезжают люди и говорят но вот я приехал вот мне порекомендовали вас как последний как последнюю инстанцию когда у человека опускаются руки и он не знает что делать то есть приезжают люди которые на грани суицида приезжают с очень тяжелыми состояниями самого себя и и в течение ретрита даже не после ретрита в течение ретрита когда они начинают меняться когда они начинают вдыхать эту жизнь полной грудью ты понимаешь а скольких людей ты лишил этого из-за своей скромности из-за своей жадности тебе это что дает и я уж нашла что это мне дает то есть мне это что дает это же каждый себя жадничать по каким-то причинам и скромность это всего лишь маленькая вот это вот точечка маленькая функция которую мы не хотим разгребать прикрываясь вот этой вот мнимой скромность и мнимой вот такой вот той да что вы что вы это не я это как раз про то что я же понимаю что чем больше обо мне будет узнавать людей и как любой из вас видит слышит и может быть читает какие-то комментарии какие-то отзывы когда идет 30 процентов под любым видео идет негатива идет негатива и бывает такой очень жесткий негатив и к этому негативу я отношусь очень благостно я понимаю что я молодец я вскрыла те состояния в человеке которые он утрамбовывал как пружина и эта пружина сработала именно на моих эфирах именно через меня он выплеснул это думая что он на меня направляет свой негатив а по факту он просто изливает то что у него есть и что касается меня я просто наверное в какой-то период какой-то период я не хотела идти на какую-то глобализацию не хотела видеть какие-то негативные отзывы не хотела слышать еще большие и когда я это осознала я поняла что насколько я была жадна ко всем насколько я лишила людей прийти к самому себе увидеть себя с другой точки зрения которые не воспринимают меня у меня на ретритах приезжают ребята как минимум десять процентов приезжают чтобы разоблачить меня и десять процентов приезжают потому что им посоветовали но они не верят они сегодня у меня есть тот человек который сказал я тебя не воспринимаю вообще никак ролики несколько раз и настолько у меня идет отвращение к тому что ты говоришь это говорит первый человек которому у меня прям вообще негатив что я решил приехать и когда он приехал вот прошло всего два дня и у него идет обратная связь теперь я понимаю почему у меня было не принятие тебя насколько я не хотел открываться перед самим собой насколько я понимал что с тобой не будет варианта открыть себя а что значит открыть себя когда ты вскрываешь себя у тебя больше нет состояния что я не могу ты себе уже не можешь позволить ты себе не можешь позволить не делать какие-то действия потому что у тебя больше нет тех оправданий которые ты себе придумывал у тебя нет этой лжи перед самим собой и ты четко понимаешь что ты можешь абсолютно все ты четко понимаешь что ты если у тебя возникла эта идея то она не может у тебя не реализоваться тебе нужно просто действовать и когда ты открываешь в себе истинность 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 той правды которая есть правда самого себя у тебя не остается больше шансов лежать на диване у тебя не остается шансов жалеть себя у тебя не остается шансов сказать что это кто-то виноват погода друзья место обстоятельства еще что-то у тебя остается ты остаешься только наедине с самим собой с тем собой который может абсолютно все и как ты этому человеку самому себе можешь сказать что у меня не получилось как ты этому человеку можешь прикрыться как одеялком что я этого не могу я этого никогда не делал это уже делали миллион почему я буду интересен у тебя уже не будет этого этой потребности у тебя не будет этого сопротивления потому что ты будешь знать что что бы я не делал оно все равно будет и это будет потому что ты идешь без результата ты не ждешь результат ты не выстраиваешь себе будущее которое может состояться а может не состояться ты идешь в этом потоке от которого ты получаешь глобальное удовольствие удовольствие самого себя что ты это делаешь что ты это можешь что у тебя это получается либо у тебя это не получается. Ты проживаешь любой свой опыт с огромной благостью. И это как раз есть то твоё открытие, перед которыми нет закрытых дверей. Это то состояние, перед чем открыт весь твой мир. Твой мир не может быть закрыт ни перед твоими действиями, ни перед твоими решениями, ни перед твоим походом к самому себе. Перед тобой настолько все двери открыты, что ты больше не можешь остановиться, и ты идёшь в познание себя. А что такое «я»? Это целый мир. Ты познаёшь себя, ты прощупываешь каждую деталь этого мира, и ты идёшь в таком наслаждении, потому что ты есть любовь, ты излучаешь эту любовь самим собой. В твоём мире больше нет сопротивления, в твоём мире больше нет ограничения, в твоём мире больше нет зла, потому что ты есть то зло, которое создано самой любовью. Какое может быть зло, создано любовью? Какие могут быть ограничения, созданные любовью? Это может быть создан только твой благостный опыт, и ты меняешься кардинально. У тебя больше нет тех заболеваний, за которых ты держался. Тебе больше неинтересно за них держаться. Тебе больше неинтересно за них прятаться. Тебе больше неинтересно прятаться за то, что тебе ничего не охота. Потому что ты начинаешь раскрывать мир. Ты как ребёнок, который появляется впервые, который начинает пробовать этот мир на ощупь, на вкус, на запах, на какие-то яркие иные цвета. Те цвета, которые созданы вне лжи. То восприятие, которое создано вне лжи, создано самим собой, которая есть истинность твоего мира. И перед тобой больше нет никаких ограничений. И когда мы это будем говорить, каждый из вас будет проговаривать, что он может без этой скромности, без этой лживой жадности. Ведь жадности тоже нет ни в одном человеке. Мы созданы, чтобы раздаваться, как Wi-Fi. Подходи и бери. Сколько ты возьмёшь, это твоё, а я тебе просто буду отдавать. И каждый из нас — это тот Wi-Fi, который может раздавать. Он никогда не отпустяшится. Потому что ты есть постоянный источник, постоянный источник своего мира. А в твоём мире есть только изобилие. Только изобилие, потому что ты полон. Тебе не нужно восполняться любовью через другого. Тебе не нужно восполняться вниманием через другого. Ты и есть эта любовь, ты и есть это внимание, ты и есть эта ресурсность, которую ты раньше хотел взять у кого-то другого, которую ты раньше начинал экономить, чтобы не расплескаться. И ты понимаешь, что сейчас твоё изобилие — это такая благость, что ты можешь раздавать, потому что только раздавая, ты можешь наполняться чем-то новым. Когда мы это проговариваем, когда мы это раздаём, когда мы говорим, что я могу, когда мы не жадничаем свои таланты, когда мы не жадничаем самого себя, только тогда мы наполняемся, наполняемся по максимуму, наполняемся так, насколько мы готовы. а готовы мы наполняться ровно настолько, насколько мы готовы отдавать. И это великолепное чувство. Вот, и, наверное, про это я и хотела вам рассказать. И если есть какие-то вопросы, если кто-то что-то недопонял, то я, конечно же, с огромным удовольствием отвечу на ваши вопросы. И если есть они в чате, то пишите. Конечно же, в Ютубе, если... О, в Ютубе сколько вопросов. Так, давайте тогда почитаем. Здравствуйте, а каким образом это происходит? А что конкретно вы хотите узнать, что происходит? Как конкретно раздаваться, как конкретно отдавать? Просто отдавать через делание. Через делание, через любовь, через то, что вам доставляет удовольствие. Потому что вам доставляет удовольствие только то, что вы видите в других отражениях. Когда вы видите эту благость, когда вы видите любовь, когда вы видите, что человек просто кайфует от того, что получил от вас, вы этим наполняетесь. Светочка спрятала свои прекрасные пляжки. Света, прям с ретрита трансляция огонь. Трансляции в КВГ онлайн – это прям очень круто. Да, ребят, я насколько могу, насколько вы мне будете подсказывать, может быть, что-то я не замечаю, может быть, где-то я не понимаю, что вам ещё хочется, что вам ещё нужно что-то другое проработать, отдать, раздать. Подсказывайте, я в принятии, я с удовольствием. Да ладно. Дайте шанс. Какой шанс? Хочу, чтобы поскорее начался марафон про деньги. Да, ребят, всё начнётся, как только будет определённое количество человек, всё начнётся. Да, Александра. Александр, вчера думал об этом. Да, ребят, если есть вопросы, то пишите, потому что я не очень люблю длительные эфиры, я могу так быстренько сказать, и у вас это потом встроится. И ещё, смотрите, есть такие моменты, когда вы чувствуете, что вам какой-то человек не заходит. Всегда задайте себе вопросы, что он готов у вас вскрыть, что вы так от него отворачиваетесь. Ведь есть те люди, которые смотрят эфиры постоянно, есть те люди, которые смотрят каждый эфир и пишут всё время негатив под каждым эфиром. Нужно просто задуматься, а для чего вы это смотрите, для чего, что вас цепляет, что вам хочется вновь получить ту эмоцию, которую вы прописываете, что она вас раскрывает, что она вам даёт, куда эта эмоция вас выводит, на какие действия, на какие состояния, на какие ощущения. И когда вы это в себе проработаете, акцент всегда на себя, акцент не на меня делать, это всегда акцент на себя. Ведь вам нужно не меня как-то раскрыть, разоблачить, ещё что-то. Вам вообще без разницы, что я делаю. Вы просто, когда делаете акцент на кого-то другого, вы уходите от себя. Да, слушаю. А вот я хочу задать вопрос и говорить, что надо открыться, отдавать себе кому-то. Ну, а вот смысл в этом, если я сам с собой доволен, я делаю то, что мне угодно, и то, чем я радуюсь, и в чём я процветаю. Почему я должен ещё кому-то что-то отдавать, отдавать? Кто ищет, тот сам найдёт. Разве не так? Ну, это моя понимание. Да, я поняла тебе. Смотри, это же ты есть энергия. Это, чтобы было понятно, что ты есть. Ты есть энергия, да? И когда ты наполнен, когда тебя всё устраивает, у тебя всё замечательно, но не отдавая энергию, ты наполнен. То есть полный стакан что-то налить невозможно. И вот эта вот наполненность, вот сколько у тебя вода простоит в кружке, пока она не зазеленеет, пока она не начнёт тухнуть, пока она не начнёт издавать какие-то запахи. То же самое происходит с тобой. Пока ты не начнёшь отдавать, в тебя ничего нового не придёт. Ты стухнешь сам в себе, сам в себе в любимом. Это продлится какое-то время, у каждого оно своё. Но ты не наполнишься чем-то новым, ты не увидишь другие миры, ты не увидишь другого себя, ты не увидишь другие возможности. Другие возможности, которые тебе открывает любой другой. Ведь каждый – это всего лишь твоё отражение, потому что каждый – это есть ты. Ты же себе не отдаёшься. Просто я никогда никому не навязываюсь, а кто знает меня, тот обращается. А это не про навязывание. Я тоже никому не навязываюсь. Я тоже говорю, пожалуйста, есть. Я же говорю, я готова отдавать. И мне не нужно взамен. То есть если я что-то отдаю, то мне не нужно, чтобы мне подошли и сказали, ой, ты вот это вот сделай, тебе это благодарю. Мне, конечно, это приятно, потому что когда это идёт отдача, я просто понимаю, что я даю именно то, что людям надо. Я даю то, через что они раскрываются. И это здорово. Но если кто-то не подойдёт и ничего не скажет, но это будет просто их выбор. На меня он никак не повлияет. Да, ещё тут у нас по рукам есть один вопрос. Дмитрий, задавайте вопрос. Да, Светлана, привет. Привет. Правильно ли я тебя услышал, что скромности в твоём мире не существует? Есть вторичные выгоды, которые каким-то образом влияют на тебя тем, что ты не хочешь проявляться в моменте. И ты поделилась непосредственно своей вторичной выгодой, которая была, что были хейтеры, которая каким-то образом на тебя влияет. И ещё такой вопрос, догонку, то как ты конкретно повлияла, то есть тебя триггерили хейтеры, поэтому ты не проявлялась, то есть не отдавала. И что ты конкретно сделала, как пришла к этой осознанности, что начала отдавать, то есть перестала быть скромной. Ну, если ты это перестала. Ты же сейчас просто вещаешь про то, что нужно отдавать, не зажимать. Как конкретно ты это сделала? Да, ну, смотри, я не про то, что меня триггерили хейтеры, я про то, что, значит, это не всем нужно. И я как бы немножечко была в своём панцире. То есть это опять про то, что про скромность. Ну, как бы это же не всем нужно. Но я не обращала внимания на тех людей, кому это нужно. Это не про то, что триггерит, это не про то, что ты уходишь в себя по каким-то причинам, что тебе неприятно. Это же я проговорила, что это не про неприятие. Это, наоборот, здорово, когда есть хейтер. То есть ты понимаешь, кого ты вскрыл. Ты понимаешь, что происходит. И почему я заговорила про эту тему после московского ретрита? После московского ретрита, когда я увидела, как открываются люди, которые не хотели ничего делать, которые не хотели вставать с кровати, которые не хотели больше никаких действий привносить не то, что в этот мир, а даже к самим себе. Когда мне написали несколько отзывов, когда уж после 20-минутной консультации ушла болезнь, которую прорабатывали 4 года, от которой не могли люди избавиться, когда люди начинают писать, что у них поменялась вот так-то жизнь, когда у них отваливаются такие заболевания, о которых всемирная медицина говорит, что это всё, это на всю жизнь. И когда человек приходит в себя, когда он понимает, в какой танец он танцевал с этой болезнью, и когда он делает выбор в пользу самого себя и в познание нового себя, в познание нового своего мира, когда ему становится неинтересно быть с этой болезнью, и она у него просто по анализам проходит, это нефиксировано. То есть это не просто я говорю из каких-то слов, а когда мне люди присылают документы, когда мне присылают анализы, и когда я вижу, что это случилось, потому что они рассказывают, какие у них осознания произошли, что они решили делать, как они решили повернуть, перевернуть свою жизнь, после чего, какие у них восприятия себя стали проявляться, то тут я поняла, что нужно, наверное, всё-таки это говорить и выносить, и неважно, кто будет говорить, что это правда или неправда. Если даже из ста человек, которые скажут, что это неправда, хотя бы одному это поможет, это уже многого стоит. Я хейтерство не воспринимаю как что-то негативное. Ещё раз повторюсь, я воспринимаю, что это просто есть. Это не негативно, это не позитивно. Это просто такое раскрытие человека. И это в общепринятом понимании здорово, здорово, что они вскрыли в себе и эту грань. Есть люди, которые сетевики. Вот одна женщина мне вынесла тут мозги, я не могу понять, что ж она так меня бесит. Но, во-первых, то, что ты стала играть в её игру. Ты понимаешь, что ты играешь на другой площадке. Это как, это первое, что может тебя зацепить. Про личные границы. вопрос. Может, это про личные границы, типа, надо нахер послать, а не быть хорошим, лезет же под шкуру. Неужели всегда только себя надо смотреть, когда кто-то бесит. Но она же пришла к тебе, ты же позволила ей прийти к себе, ты же её пустила в свой мир и начала с ней общение. это был твой выбор прослушать то, что она транслирует, прослушать то, что ты себе не позволяешь сказать. Прослушать то, через что ты можешь выйти к другим своим осознаниям. дату сами выбирали 11-11-11 или повезло? Нет, не выбирали, только перед 11-11 мне уже ребята написали, что вот такая дата. Нет, это просто так случилось. Так случилось, это тоже непросто. Видимо, этот эфир для кого-то сработает в своём ключе. Да, ребят, если есть вопросы ещё, то пишите. ещё вопросы. Сверхсуществительный, благодарю. Что значит быть несамостоятельным? Быть несамостоятельным, это когда ты не берёшь ответственность за самого себя, за принятие своих решений. Это когда ты, как сегодня девочка сказала, «А можно я отправлю в космос этот запрос и космос мне что-то скажет?» Ну, тут тогда два вопроса. Кто такой космос? Это не ты? И второе, ты хочешь всё-таки переложить какую-то ответственность с космоса себя на космос, чтобы тебе опять кто-то подсказал, почему так страшно принять ответственность за себя, на себя? Ведь когда ты принимаешь ответственность, сначала это тяжело, а потом ты понимаешь, что твой мир это только твой мир, которым решаешь только ты, вне зависимости от чего-либо. Сошлись звёзды, не сошлись звёзды, погода повлияла или не повлияла, это всё ты. То, что ты сейчас есть, это всего лишь результат того, как ты действуешь. Ты Светлана, на эфире про цистит вы сказали, что бывают такие моменты, что вы отлетаете и ваши родственники, друзья буквально притягивают вас обратно за ноги. Что именно имелось в виду? Что именно имеется в виду, но наверное, про такие вещи мне проще говорить либо в закрытом клубе, либо на ретрите, потому что наверное это информация не для всех, я этот кусочек приоткрою вам. Это то, когда ты видишь другие миры, когда ты видишь другие плотности, когда ты через тотальную честность ты видишь каждого человека буквально. То есть что бы он ни говорил, ты видишь то, что есть на самом деле. Не то, что он думает, что он говорит правду, а то, что есть. Ты видишь все весь его род, потому что это невозможно не видеть. Ты видишь, что произошло в каком поколении. Когда ты видишь тот или иной выбор к чему приведет в ближайшее время этого человека. И когда ты это все видишь, тебе уже становится здесь не всегда интересно, потому что ты понимаешь, что не каждому человеку ты можешь это озвучить. не каждый человек готов принять то, что с ним происходит, то, что с ним может произойти. Не каждый человек может отбросить то, что его тянет назад, потому что это для него дорого. Ты не всегда готов через боль его вести, если он не готов. И некоторые вещи ты отмалчиваешь. И получается, что в какой-то степени ты позволяешь кому-то жить во лжи. Но есть другие миры, где есть тотальная честность. Тебе не нужно быть кем-то. Ты всегда только сам. Ты есть. Ты есть безусловный. Ты есть безусловная любовь. И когда ты находишься в этих состояниях, тебе пропадает на какой-то момент смысл вести эфиры. У тебя пропадает смысл вести ретриты. У тебя пропадает смысл выходить в люди и приводить их к себе. У тебя есть... Ты видишь другие какие-то свои задачи. Можно наверное так сказать. Это грубо, конечно, но тем не менее. У тебя есть те состояния и те знания, через которые ты можешь вылетать с этого пространства. И там всё абсолютно другое. Там не сравнится с тем, что есть здесь. И не всегда тебе хочется возвращаться. Вот это происходит. Светлана, как прийти к чувствованию те от головы? Андрей, ну наверное всё-таки за две минуты, за полчаса, не видя вас, не видя ваши глаза, не наверное вы столько не сможете принять того, что я скажу, потому что я каждый эфир про это говорю. Я каждый эфир максимально раскрываю через себя вас. Но если кто-то не может это принять, это просто неготовность и физического тела в том числе. И это просто есть, это просто факт. Хотите чего-то большего, приходите на ретрит. На ретрит я приглашаю не потому, что мне хочется, чтобы вас было побольше. Нет, конечно, не без этого. Но это же другое поле, это другие состояния. Это когда ты решаешь свои вопросы не только через себя, не только через меня, но и через тех ребят, которые присутствуют на ретрите. Когда проговаривает кто-то другое, ты понимаешь, о, у меня это тоже есть, а я в эту сторону даже не смотрел. Там абсолютно другие энергии, там абсолютно другое восприятие. Ты после ретрита никогда не будешь прежним. Что бы ты ни делал, ты всегда будешь другим. У тебя всегда ломается твой забор. Ты его можешь выстраивать, но он уже будет настолько хлипким, он будет постоянно падать. И в какой-то момент ты поймешь, что ты готов выходить за рамки самого себя. планируется ли ретрит в Казани? Не знаю, ребят. Вот сейчас в Питере, потом в Екатеринбурге, летом у нас будет на Байкале и на Алтаре, но возможно будут ретриты проходить только в Сочи, потому что в Сочи здесь другая абсолютно очень мягкая энергия, и вы по опыту по-другому раскрываетесь. И даже ребята, которые были вот здесь на московском ретрите, они приехали, прошло всего две недели, они приехали на сочинский ретрит. И даже они сказали, здесь вообще все по-другому. Возможно, будет еще в каких-то городах, а возможно вы будете приезжать сюда, в Сочи. Света, спасибо за эфир. мне неудобно задать этот вопрос, но все же, как мне избавиться от долгов? Ну, во-первых, ты что скрывается за долгами? Долги же, они сами по себе не возрастают. Долги – это то состояние, в которое человек себя вводит намеренно. Когда ты передаешь свою ответственность, когда ты не можешь принять ответственность за самого себя просто потому, что это есть. А когда ты начинаешь себя держать в определенном состоянии для чего-то, и когда ты поймешь, для чего тебе это состояние, тогда ты поймешь, как в это состояние можно выйти без взятия долгов. долг – потому что долг – это всего лишь оболочка, это внешний фактор, а внутренний всегда сидит намного глубже. Светочка, я ждала от тебя этого разговора про жадность. Ты уже шла к этому и для меня, и это для меня про веру в себя и веру в себе. Спасибо. Держу тебя в голове, когда думаю о своих поступках. Здорово. Светик, как думаешь, наша жизнь реальна или всё сон? Смотря что вы вкладываете в понятие сон. Очень много вкладывают понятие сон, это когда ты отключаешься и тебе из головы приходит то, какая у тебя есть коллаборация в голове. Но если ты осознаешь, что такое сон, что это просто тонкая грань между тобой и тобой, где ты есть в теле, когда ты себя ощущаешь через тело и тобой, когда ты ощущаешь себя вне тела. Ведь и во сне, и наяву это тоже ты. Как ты это интерпретируешь? Насколько ты готов погружаться в каждого себя, что в теле, что вне тела? Я из Акраины. я могу попасть в закрытую группу от той, про которую вы говорите? Конечно, какая разница откуда ты? Когда есть физическая боль в теле, это отнимает силы и внимание от решения меняться, как быть? отнимает силы и внимание от решения меняться, как быть? Ну, во-первых, ребят, когда у вас есть какая-то физическая боль, если мы говорим о каком-то заболевании, если заболевание, то нужно понимать, для чего оно вам, что оно вас вскрывает, что оно для вас даёт, почему вы прячетесь за этим заболеванием, почему вам это комфортно. А если мы говорим про разовую физическую боль, то физическая боль тела, тело само по себе чувствовать боль не может. боль мы чувствуем только через нервные импульсы, которые нас ведут в голову. И вы же все прекрасно знаете, что есть такие практики, как хождение по углям, по стеклу, там, ещё какие-то моменты. Это как раз, когда ты перестраиваешь свою голову, давайте так назовем, грубо это, конечно, сказано, тем не менее, и когда ты даёшь себе установку, что твое тело не чувствует. Но в другом состоянии ты по этим углям не пройдёшь, тебе будет больно. Ты, может быть, и пройдёшь, но ты уже будешь чувствовать эту боль, ты уже не сможешь на них стоять, плясать, там, ещё что-то, петь, танцевать, хоть что. Это как раз твоё восприятие боли, твоё восприятие, готова ли твоя кожа повреждаться, насколько ты готов быть в этом состоянии. И это абсолютно два разных состояния, состояние боли и состояние болезни. Но за каждым этим состоянием, всегда скрываешься ты. Для чего тебе это? Что делать, если ребёнок резко отказался от мяса и яиц, и боится в рот взять что-то живое, что делать? Ничего не делать. Подайте ему возможность побыть в этом состоянии, в состоянии своего нового принятия жизни, своих новых усовых ощущений. почему вы готовы его менять, его ломать из-за своих установок. Позвольте себе принять того ребёнка, который у вас есть. Это же самое великое, что вы можете сделать. Принять тотально, не потому, что он что-то делает, не за его действия, не за его результаты, а просто за то, что он есть, что есть эта энергия рядом с вами. Влияют ли мысли родственников на состояние человека, о котором они рассуждают или накладывают свои оценки? Благодарю. Если вы находите себя, то вы позволяете вашим родственникам, вашим близким думать то, что они готовы думать в своём состоянии, через призму своего мира. Вы не лезете в их мир, вы с огромной благостью относитесь к тому, что у них есть своё видение. И оно очень часто не совпадает с вашим, точнее, никогда не совпадает. Мы всегда себе придумываем то, что есть у нас, но не то, что говорит нам человек. Вот взять даже самую банальную ситуацию, что вы, например, вам кто-то говорит, приезжай там туда-то, я тебе дам, например, там такую-то работу, у тебя будет вот это. Говоря про это, он себе видит, что он даст, а вы себе придумываете то, что есть в вас. И чаще всего, когда вы соединяетесь, ваша призма этого мира восприятия и его мира восприятия не совпадает, и вы идёте в разочарование. Но когда вы позволяете себе просто быть, когда вы позволяете себе не вешать каких-то ярлыков и надежд на любого другого, опираясь только на себя, то у вас тогда не будет разочарования. Тогда вы будете просто находиться в своём великолепном пути к самому себе. Каждый человек идёт через восприятие себя, и мы можем находиться в одинаковых состояниях, только когда мы соединяемся полями. Когда мы разговариваем через слова, у нас восприятие звуковой вибрации идёт абсолютно разное у каждого человека. Он воспринимает эту вибрацию ровно столько, насколько его тело готово принять каждый сдвиг, каждую волну, каждый миллиметр вашей вибрации. И это не всегда то, что вы даёте. Вы можете сказать вот столько, а он примет только вот столько и додумает ещё вот столько. И вот это 70%, 70-80% будет не совпадать с того, что вы вообще хотели до него донести. если вы позволяете каждому человеку взять ровно столько, насколько он готов, насколько готово его тело, насколько готов его мир, то у вас тогда не будет никаких разочарований по отношению к этому человеку. У вас будет только благостное принятие того, что он меняется, меняется к росту самого себя. Вы считаете, что всё должно быть прекрасно, а вы как сито выгоните тапочки, понимаете, что всё должно быть прекрасно, но смотрите, где есть прекрасно, там есть и ужасно. Это же одна медаль, две стороны одной медали. Если в вашем мире всё прекрасно, то в вашем мире также всё ужасно. И когда вы видите сразу две стороны и прекрасного, и ужасного, то у вас выравнивается ваш мир, и он становится тотально честным. Он становится просто тем, что есть. Вы его перестаёте оценивать. У вас нет плохого в этом мире, так же, как и нет хорошего. у вас есть тотальная благость. И это про другое. на ретрите в Санкт-Петербурге нужно жить обязательно всем вместе или можно приезжать навстречу? Ребят, конечно же, всем нужно быть в одном решении. Вы можете приезжать, я не смею вас ограничивать. Но вы будете всегда теряться, вы будете каждый раз приезжая в зал, приезжая на практике, вы будете каждый раз собираться по-новому, вам будет сложнее. еще на гвоздях на ножах не побывали, но на гвоздях наверное уже многие стоят. «Благодарю за ответ про ребенка и мясо. Мой сын девятилетний написал, пока я не вижу, что, видимо, до меня донести инфа». Здорово, вот какое умничка. Светлана, благодарю. Что делать, если нет чувствования любви? Я никого не люблю и себя тоже. Как почувствовать любовь? Как только ты придешь к себе, как только ты поймешь, кто ты, как только ты найдешь себя, заходя вглубь самого себя, заходя в то пространство, в ту глубину, в ту пустоту, в ту темноту, когда ты ощутишь, кто ты есть, то это есть тотальная любовь. И эта любовь, она очень сильно отличается от земной любви, которую ты хочешь насладиться, которую ты хочешь взять, которую ты хочешь отдать. Ты становишься просто этой любовью. и если кто-то хочет, он берет. Ты и есть сама любовь. И это уже другие состояния, другие ощущения. света чиналин, это реальная или это шуты с других плотностей? А чинэлли? Нет, это реальная, только есть, смотрите, вот эти чинэлли, или как они правильно называются, не знаю, они есть двух видов. Одни есть, которые сотрудничают с другими силами, они сотрудничают с ними, и они с ними в контакте. Но есть еще другие чинэллеры, которые сдают свое тело в аренду, то есть их сами как личности в теле практически не бывают, они разуклотняются. Ихними телами пользуются по договору абсолютно другие люди, другие плотности, я бы так наверное сказала больше. Но если ты осознал себя, тебе же не нужно что-то давать в аренду, ты уже, ты находишься в пространстве знаний, у тебя больше нет вопросов, у тебя есть только ответы. Ведь у нас вопросы появляются только тогда, когда мы не можем усвоить ответ. И мы, чтобы прощупать этот ответ, эти знания, которые вокруг нас, которыми мы являемся, этими знаниями, мы начинаем с разных граней их прощупывать через вопросы, чтобы принять их в себя. ребят, если нет вопросов, то я буду закрепляться. У нас сегодня второй день ретрита, и очень много практик проходит, очень много поболтушек и осознаний, конечно. и в клубе ребята это смотрят. И вот уже много смотрю там всплывашек, очень много комментариев, здорово. Хорошо, если уже вы хотите закругляться, так прощаюсь. О, еще рука поднята есть. Влада хочет задать вопрос. Влада, задавай вопрос. Добрый вечер, Светлана. там задавали вопрос, и вы рекомендовали не надеяться, не быть в ожидании, а опираться на себя. И в связи с этим у меня вопрос, что является предметом опоры в себе, чтобы не жить в ожиданиях и не надеяться на другого? Что является предметом опоры в себе, чтобы быть в этом состоянии? Но опора ты же и есть эта опора. Если ты понимаешь, что твой мир, который ты создаешь, ты создаешь каждую ситуацию, которая с тобой проявляется, каждое восприятие, каждое движение, каждое делание, ты создаешь ты для себя, чтобы продвинуться еще куда-то, еще дальше, чтобы быть, еще плотнее, чтобы быть. И когда ты это осознаешь, то зачем тебе опора, зачем тебе костырь из кого-то? Ты уже опираешься на себя. Ну, я так и не понял, Светлана, движение, то есть мне опираться на движение чего? Тело? Вот вы говорите... Движение себя. Ты же все время идешь. Смотри, когда ты познаешь что-то, это же твое движение, оно же не обязательно нужно быть физическим, не обязательно перебирать ногами. Твое движение в познании. То есть опора, предметом опоры в себе есть движение в познании. А если на данный момент моих познаний недостаточно, то есть я как бы, да, мы все как-то движемся с определенной скоростью, а на данный момент недостаточно этих знаний. Как тогда быть? На что еще опираться? Или все-таки попросить? У тебя нет недостаточно знаний, у тебя есть то восприятие, что тебе эти знания для чего-то не нужны. Смотри, когда мы не видим какие-либо знания, которые есть в нас, которые есть во всем пространстве, ведь это что говорит о том, что я не могу двинуться дальше? Ты себе придумываешь, чтобы не двигаться дальше, потому что если ты двинешься дальше, что ты будешь делать с собой, с таким большим, глобальным и объемным, как ты будешь с собой жить? У тебя жизнь, каждая твоя глобализация, каждое твое наплотнение, уплотнение, оно же приводит тебя к другому миру самого себя. Это же опять все по-новой, это же опять себя познавать, это познавать свой мир, это постоянно быть в процессе, а иногда ведь так хочется отдохнуть, а тут ты себе уже не позволишь отдохнуть, потому что ты это все есть, понятно, ну я пользуюсь для себя такой установкой, что я становлюсь тем, что в себе открываю, огромное удовольствие, поэтому, ну да, мы говорим об одном и том же, только вот как бы это по-разному, спасибо большое, давно тебя не видел, рад тебя слышал здесь, благодарю, передаю микрофон, вопрос, вопрос еще такой, как можно избавляться от всех эмоций, ребят, когда вы начинаете ощущать свое тело, ощущение тела, оно идет через раскрытие себя, то есть, когда ты начинаешь чувствовать, через физику, через какие-то новые, новые вибрации, новые познания, ты через чувству, через ощущение идешь к чувствованию, а чувствование это глубина, это глубина, это наполненность, это настолько плотное состояние, которое тебя поглощает, которое настолько оно объемное и настолько глубокое, что ты не хочешь из этого состояния вываливаться в эмоции, что такое эмоция, это разовое, это вспышка, это пшик, это пыль на поверхности, и тебе не хочется этой пыли, ты понимаешь, что ты уже в глубине, тебя не хочется хапнуть эмоции откуда-то, тебе не хочется хапнуть эмоции от какого-то банального секса, тебе не хочется хапнуть эмоции от какой-то еды, тебе не хочется хапнуть эмоции от каких-то моментов, там, я не знаю, падания с горы, там еще что-то, миллион всего придумали, чтобы человека подсадить на эту эмоциональную волну, чтобы он не пришел к состоянию чувствования, потому что как у нас интерпретируется, Если ты безэмоциональней, значит, ты унылое говно. Но это может сказать только тот человек, который не знает глубину чувствования. Когда ты приходишь к чувствованию, тебе эмоции становятся неинтересны. Это то же самое, что когда вы начинали ползать, вы же только ползали, а потом начали ходить. И когда вы ходите, вы же и сейчас можете ползать. Вы можете доползти до работы, доползти до магазина. Но вам это уже неинтересно, вы понимаете, что удобнее, вы понимаете, что быстрее. Там много факторов вы уже можете найти ногами. И здесь то же самое. Вы не хотите уже из этой глубины вытаскиваться на поверхностную пыль эмоциональную. вытаскиваться на поверхностную пыль. вроде закончится. Ребята, я вас всех благодарю за то, что пригласили. Мне очень приятно быть на вашем канале. Очень здорово, что вы задаете вопросы. Я вас всех обнимаю и до новых встреч. До новых встреч вживую, до новых встреч через камеру. Всех было очень приятно видеть и слышать. Благодарю. Ладно, мы уже ушли из эфира. Да, спасибо, Светлана. Томас, тоже спасибо тебе. Да не за что. Всегда в облаго всем. Микрофоны все включены. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!